Привет, дорогие друзья! Это наша заключительная часть беседы с Вальдемаром Гертом, представителем политической силы «Альтернатива для Германии». Я надеюсь, вы посмотрели предыдущие две части. В этой части мы поговорили о свободе слова, в Украине и не только, о «Северном потоке-2» и о других интересных, я думаю, вещах. Приятного просмотра, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока! Например, наша журналистка в Киеве была похищена. СБУ похитила ее, именно засунули в машину, без того, чтобы ее, например, позвали в СБУ, как бы, или там уведомили, потому что в Германии или в Европе это просто невероятно, что человека или журналиста, или человека просто так вот впихают в машину и увозят куда-то неизвестно. Как «Альтернатива для Германии» считает, например, ситуацию со свободой слова в Украине? Какая она? Хороша ли она настолько, чтобы быть в Евросоюзе? Ну, это один из, это, думаю, риторический вопрос, и это один из моментов, который совершенно, совершенно не подходит к демократическим институтам Европейского Союза. Я думаю, ну, только Турция перещеголяла Украину еще, там еще опаснее заходить в Саудовскую, в Саудовское посольство. Страна, которая запрещает телевидение. Вот меня первый раз, когда я, ну, я не хотел бы сейчас выглядеть прям чистым там сторонником российского, там тоже хватает, хватает проблем, как и в любой стране, как и в нашей стране. Мы же в нашей стране, мы думаем, у нас свобода слова. Какая же она свобода слова, если все средства массовой информации, как будто списывая один у другого, прокламируют одно и то же. Свобода слова, когда у меня есть мнение, у того есть мнение и вот это мнение, и я могу сам составить себе это все. Не правда это, здесь нету свободы слова. Здесь есть очень жесткое, вот я все время удивлялся, как умудряются вот именно в демократическом процессе такой контроль держать над средствами массовой информации. Там, где мы раньше жили, было просто, была цензура. И все, ну, все понятно. Написал статью, положил, цензор посмотрел и зачеркнул или выкинул. Как здесь? Ведь никто не цензирует. Это было бы видно и слышно. Но есть такое понимание, редакционная политика. Не с журналистами работают, работают с редакторами. И редактору дается слоган. Все, что не подходит. Вот Трамп, идиот. Все. Вот это идиот во всем. И он вообще ничего хорошего не сделал. А Украине как это делается? Украине, еще жестко, там не надо редакционной политики, там отправили СБУ и решили весь вопрос. Или, вот меня что больше всего поразило, когда Украина запретила показ российских каналов. Ну, для всего мира должно было бы сразу. Какие бы эти каналы не были, они несут свою пропаганду, это их задача такая. Ну, ставь против этого свою пропаганду и дайте народу размяться мозгами. А если ты берешь и просто закрываешь, какой? Так кто ж ты тогда? Какой же ты тогда свободная пресса и свободная? Я тоже не сторонник того, что там кто-то бы смотрел только русское телевидение. Сделай свое таким интересным, чтобы его тоже смотрели. Тогда другое дело. Вот там уже кончилась свобода. Я не знаю, вот этот консул, который был в Гамбурге. Да, это расследование жилья. Да, но это же просто абсурд. Мне когда положили это на стол, я не повею, я думал, это фейк. Что у нас в стране, где нас фашистами обзывают только за то, что я говорю, я люблю свою страну. Вот я люблю Германию, очень сильно люблю. Это страна моих предков, это страна делателей, это страна первой реформации. Это страна, которая Библию дала всему миру, перевела. И мне есть за что любить свою немецкость. И когда я это говорю, я становлюсь фашистом. Но то, что я слышал от этого господина, не помню, как его зовут, это просто шок. И самое что, самое что нехорошее и неприятное, ведь это слышал не только я. Ведь это слышали все те, которые на нас кричат, что мы нацисты. Но я вам скажу, кстати, писали об этом не все. То есть, там берлинский какой-то тагест-сайт он написал. И так особого такого прика не было, кстати. Вот это меня больше всего, вот это вот двуликость, двуличие стандартов. Вот она мне очень. А почему? Потому что эта тема не попала в редакционную политику. И все, кто на эту тему печатают, они же все зарабатывают от принятых статей. Вот тебе и весь элемент контроля. Сколько бы я не писал того, что не подходит редактору, я останусь без хлеба. Он не берет мои статьи. И тогда мне надо посмотреть, и что же у них там в этой редакционной политике. А, Трамп идиот. Все, сейчас я подумаю, что я напишу про Трампа. И тогда твою статью, наверное, возьмут, и ты получишь зарплату. Вот свобода прессы. И какая ваша позиция по Северному потоку? Должна Германия отказаться от него? Такой бред полный. Я разговаривал и с той стороны. Поляки были, у нас целая делегация. И были россияне. Мы были по Северному потоку, разговаривали. Я, конечно, задавал россиянам тоже вопрос. Ну как же вы так поляков там отрезали? Он говорит, извините, ну труба лежит на глубине 180 до 80 метров. Ну ни один корабль туда не достанет, не килем своим ничем. А как мы их отрезали вообще-то? Ну чем мы их отрезали? Вот там экологически. Ну все пройдено, все экспертизы пройдены. И вы мне объясните, как может труба, лежащая на дне, не шевелящаяся, не это, создать какую-то экологическую проблему, тем более для Польши. Все это, ну, как Трамп говорит, ничего личного, бизнес есть бизнес. Вот кто-то хочет освободить территорию от этого газа, чтобы продать свой. Нету там другой составляющей. Польша почему так крепко кричит? Я все не мог понять, почему Польша. Потому что они заключили предсоглашение, что американцы их сделают торговой площадкой для жиженого газа. Ну представляете, Польша стала лиферантом энергетическим в Европе. Ну это же, ну, как сразу звучит гордо для любого поляка. И если это не осуществляется, вот нехорошо это. На самом деле, вот экологические расчеты показали не то, что там газ этот на 30-40% дешевле, чем сжиженный газ. Его баланс, баланс углекислого газа, производства углекислого газа. Вот уберем трубу и начнем все перевозить этими кораблями, которые сжигают солярку, дымят, коптят и прочь. Там даже все зеленые. Как бы они не хотели, но они согласны, что это абсурд полный. Сжижить газ, закачать его в корабль, сжечь кучу электроэнергии, энергии и мазута, перевести сюда, разжижить его и опять подать. Это ни с экономической, ни с экологической, никаких оно не выдерживает критик. И поэтому надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от дополнительного источника энергетики здесь, на территории Германии. Кто-то говорит, что это экономическая война, зависимость от российского газа. Энергетическая корзина Германии, если сложить все вместе туда, это нефть, уголь, газ, альтернативные источники энергии. Газ из России составляет 6% во всей энергетической корзине нашего государства. 6% это что, зависимость? Но если этих 6% не будет, конечно, будет туговато. И поэтому, как можно быстрее, не обращая внимания ни на какие интересы других государств, защищать интересы нашего народа и нашей энергетики. Когда я объяснил украинцам и полякам, слушайте, из-за вашего вот этого дебилизма непонятного, я должен объяснить моим избирателям, давайте мы в садике отключим газ, давайте мы там отключим газ, ну потому что надо поддержать Украину и не обидеть Польшу. Кто меня поймет? Вы чем помогли Германии? Вы когда сделали что-то для Германии? Из-за этих санкций, чуть не сказал каких, извините меня, камера забыл, что тут. Мы потеряли более 100 миллиардов евро, 600 тысяч рабочих мест в опасности от того, что мы на себя наговорили, в угоду кому. Вот кому это стало легче? Что, украинцам стало легче от того, что мы эти санкции объявили? Нет. Стало легче российскому народу? Нет. А немцам стало легче? Тоже нет. Вон у меня рядом здесь вот христианское хозяйство, 600 лет существует, пережило все, чуму, войну, революцию и прочее. И все время, сейчас, говорит, на грани выживания, из-за санкций. Когда все было хорошо, его мотивировали купить новую установку, он сделал, купил роботов для дойки, коров, все, счастливый, наконец-то. И тут, на тебе, все, некуда больше сбывать. Я бы пальцы поотрубал тем, кто эти санкции там сочинял и изобретал. И, по-моему, на официальном сайте Пентагона стояла статья, он умер сейчас, сенатор, этот, Маккейн, да, статья Маккейна. Ну, конечно, наверное, убрали, может в архивах посмотреть это. В которой он с удивлением и насмешкой пишет, что он удивлен, насколько легко Европа, в том числе и Германия, поддалась на наше давление провозгласить санкции в ущерб своей экономике. Они даже этого понять не могут. Мы за это время сократили, я сейчас цифры не буду называть, могу ошибиться, сократили торговый оборот с Россией. За это же время Америка увеличила его. Ничего личного, бизнес есть бизнес. Но то, что мы тупоголовые подчиняемся вот такому, это, конечно... Я думаю, что когда-то будет проведен анализ вот этим последним десяти годам правления, и если это будет независимая история, то школьники и все, кто припадает, они будут просто головой трясти и говорить, это что было с этими людьми тогда. Это как они вот так могли решать. Но до этого надо еще дожить. Последний вопрос. Вот Анатолий Шари подал несколько заявленных исков в Европейский суд по правам человека. И по нашей информации, там сидит человек, который фильтрует, ну это женщина или девушка, которая фильтрует иски, которые были поданы из Украины на украинскую власть. И как бы это в контексте нашего сегодняшнего разговора, это как бы новая тактика защиты властей Украины, то есть наших, но это же суд, судебная система. Как такое может быть судебная система Европейского Союза? Ну, респект, уважуха, что украинцы смогли посадить туда своего человека. Надо работать, чтобы его оттуда убрать. Так же, как работали насчет консула, я думаю, информативно. Если есть какие-то, ну, серьезные документы, пришлите их мне. Я тоже их посмотрю с удовольствием. Я могу сделать запрос официальный туда и глянуть на это все. Я понимаю, что никто не отменял лоббизм. Хотя, ну, нехорошее слово, почему, тершинное какое-то, но все равно оно есть. Все концерны ставят своих лоббистов, все политики являются лоббистами какого-то процесса. Но если Украина смогла и посадила своего лоббиста там, в суде, и она это фильтрует и не пропускает. С одной стороны, для них это проект, который они осуществили, но это противоречит, противоречит всем мировым законопрактикам. И против этого надо, само оно не уйдет. Для этого надо прецедент, прецедент, прецедент и подняли вверх. Слава Богу, что у нас сейчас, ну вот, на последние эти 5-7 лет появились средства массовой информации. Вот появились такие каналы, как ваш, где и не только, много других. Благодаря этому Трамп прошел. Он бы никогда не прошел, если бы не было и его Твиттера, и той команды, которая занимается совсем другими. Я думаю, и АФД было бы очень сложно, если бы люди могли консумировать только со средств массовой информации, то нас бы камнями уже закидали просто на улицы. Сейчас это тоже происходит, но все-таки есть и другие каналы, которые дают задуматься. И вот эту, вот эту проблему, о которой вы сказали, ее можно решить только через вот средства массовой информации, через мультимедиа, которые не подчиняются редакционной политике. И когда критическая масса будет накоплена, любое правительство, любая политическая сила примет решение отозвать. Конечно, посадят другого, ну и с другим надо будет смотреть. Но другой уже будет осторожней, и так в наглую, и открыто, наверное, делать не будет. Вот в этом как раз интрига сегодняшнего времени, чтобы нам чаще общаться, чаще выносить, ну, альтернативные точки зрения, мышление. Она не всегда должна быть правильной. И моя точка зрения, я далеко от той мысли, что она прям такая идеальна. Нет, я тоже ошибаюсь и иногда заблуждаюсь, как и все нормальные люди. Но когда есть возможность послушать одно, второе, третье и сформировать свое мнение, вот это демократия, вот это правильный подход. Так что спасибо, что вы есть, спасибо, что вы у меня сегодня были. Вам тоже спасибо. Да, и дай Бог вам успехов и удачи. Спасибо большое.